На последних моих видео мне говорили, что у меня все видео и все суперпроекторы. На самом деле можно сказать, что это так и есть, потому что я знаю, с кем я работаю, что мне присылают. И я никогда обычно не покупаю проекторы типа вот этих вот Lenovo, потому что не хочу никому ничего доказать. Люди меня специально просили, и я купил эти аппараты и точно знаю, что деньги потратил зря. Если не хотите ошибиться, ссылочка в описании, консультация за ваши деньги, мое время ваше. Ссылка в описании. И также там есть ссылка на сайт DLD, так что если что, покупайте там гарантия максимальное обслуживание, и у вас будет максимальный комфорт для просмотра кино на большом экране. Ссылки на все в описании. Я купил эти штуки, у них у обоих заявлено, что они оба 700 ансилюмин. Но это совершенно не так. Хорошо, что этот черный за 26000 H6 AR у меня не работает. У меня появляется первая заставка, а потом черный экран. И я этому очень рад, потому что если мы говорим про этот беленький, он выглядит ярче. И у этого беленького вместо 700 ансилюмин всего 139. Так что если что, вот. Хороший аппарат. Я все хвалю? Нет, не все хвалю. Поэтому у нас есть такой вот красивый пульт. Сзади у нас есть надпись Lenovo. Есть голосовой поиск, но когда я нажимаю на кнопочку, появляется голосовой ассистент из Китая. Поэтому я не знаю, как пользоваться. Но зато есть Bluetooth, и пульт откликается, куда бы вы его не направляли. Это большущий плюс, и пульт реально красивый. На верхней части у нас есть кнопка управления одна, для того, чтобы включить проектор. Так что если что, обращайте внимание. Спереди у нас есть линза. Чтобы получить 100 дюймов, проектор нужно поставить 3 метра от экрана. И вот тут у нас выходит конкретно на 1 квадратный метр всего 139 ансилюмин. Это немного, но яркости достаточно. Он настроен так интересно, уходит в белый оттенок, и из-за этого у нас яркость кажется большая. Контраст у него получился в стандартных настройках 1800 к 1. Довольно большой результат. Если мы говорим про ансиконтраст, это 44 к 1. Но я не могу сам лично настроить проектор, так как там нет настроек пользователя. Поэтому ничего больше такого серьезного сказать не могу. Камера и вход инфракрасный для пульта. Камера автофокус делает в центре идеально. По бокам получается большое размытие. И самому это тоже сделать трудно, потому что ты не можешь где-то выставить картинку текста. И с помощью пульта, например, нормально настроить фокус. Приходится, короче, получается делать танцы с бубном для того, чтобы сделать фокус. Поэтому, если что, у кого есть этот проектор, пишите в комментариях, как у вас там это все работает. Но, как по мне, у меня это все работало очень странно. Я знаю кучу аппаратов, которые работают лучше, чем этот. Большая прорезиненная ножка у него. Хорошо гасит вибрацию, отверстие для штатива. Так что, если что, проектор можно поставить на штатив. На задней части у нас выходит теплый воздух. Ни в коем случае не закрываем для того, чтобы проектор у нас не испортился. То есть, чтобы матрица не перегрелась. В упор у меня получилось 60 дБ, нарастиметр 38 дБ. Но Калуга точно не спит, если мы говорим про расстояние метр. А в упор 60 я не знаю, почему шумомер показывает такой уровень шума. Но я бы сказал, что у него уровень из всех проекторов, которые я знаю, ниже среднего. По уровню шума. Так что, это довольно тихий аппарат. Но шумомер почему-то здесь издевается. Как будто помогает мне сказать, что он еще хуже. Но нет. Уровень шума у него хороший. Вход под питание, наушники работают хорошо. Хайн-звука нет. USB работает хорошо. Запускает фильм. Это как там установлены приложения. Всякие разные. Поэтому, как бы, больших проблем нет. HDMI работает хорошо. Но задержка 130 миллисекунд. Это довольно большая задержка. Это больше, чем 1 десятая секунды. Как по мне, это уже перебор. Если 60 миллисекунд, еще плюс-минус нормально. Для меня это, когда меньше 30. И инфракрасный вход для пульта. Вот такая вот у нас получается интересная игрушка. И я точно уверен, что потратил деньги зря. Потому что все это, как по мне, того не стоит. 3 метра, 100 дюймов. И это главное его меню, которое я сейчас вам могу показать. То есть, если мы нажимаем вниз, у нас появляется здесь куча программ. И то, что я говорил вам про фокус. Сейчас у нас фокус хорошо сфокусирован в центре. И по краям у нас размытие. И это он делает сам. И чтобы сделать это как бы самому, то вот он. Это делает конкретно автоматически. И я по-другому сделать это не могу, что бы я ни хотел. Он все равно каждый раз это делает сам. И когда я сейчас буду вам показывать его конкретно меню, вы увидите все остальное. Но я сначала включу свет. Хотя этот, как я и сказал, проектор довольно хорошо настроен. У него картинка уходит в белый. И он кажется ярче. Но вот люксометр показывает совершенно другие показатели. Это, скорее всего, как раз таки привело к спору на форуме. Что у него нет этой яркости. Мне нравится, когда люди не могут сами даже с помощью своего телефона люксометром замерить яркость. Хотя бы приблизительно, даже с погрешностью в 10%, 15%. Уже будет понятно, что происходит. Выключаю свет, чтобы показывать вам дальше. И я могу нажать на пульте шестеренку для того, чтобы показать настройки. У нас есть Wi-Fi 5 и 2.4. Тут проблем вообще нет. Запускал фильмы по 16 гигов. Все летает. Я тут больших проблем не заметил. Bluetooth подключал JBL-колонку. Работает идеально. Задержка минимальная. Вы 100% ее не почувствуете. Настройки проекции. Автоматическая. Клад в магазин. Вот так вот это все переведено. Я специально это отключил. Скорее всего, режим трапеции. Ручной. Вот как раз зайдем. Скорее всего, он даже не заходит. Он не хочет. Но он просто не пускает меня сюда. Автоматическая настройка фокуса. Вот я опять нажимаю. И он опять это фокусирует. Сейчас я вам покажу, как это работает в ручном режиме. Чтобы было понятно, что происходит. То есть, ничего настроить вы сами не можете. Вот. Ну, что здесь настраивать? У нас нету по бокам никаких надписей. Как это настроить? Никак. И это для меня лично минус. В кино этого всего не видно. Все хотя к размытии. Я говорю про тех, кто захочет купить этот аппарат для текста. Так что обращайте на это внимание. Тут у нас получается все по настройкам. Дальше у нас режимы изображения. И вот здесь у нас есть режимы типа яркий. Так, я выключу звук его, чтобы он нам не мешал. И вот этот типа теплый. Холодный. И еще какой-то. Я так понимаю, насыщенный. Я использовал этот режим. И что самое смешное, у этого проектора, скорее всего, стоит крохотная матрица. И резкость у этого проектора просто ужасная. Очень большая. Ореолы вокруг текста просто громадные. Вы просто посмотрите на текст, который сейчас есть на экране. То есть парень пишет фломастером на белой бумаге. И вокруг черного текста есть ореол. Это и есть суперрезкость. Это тоже может быть один из факторов, который показывает, что картинка более яркая. То есть он как бы выделяет объекты. Поэтому это для меня большущий минус. И еще есть настройки. Вот есть настройка пользовательской. Вот что это настройка пользовательской? Как это настроить? Все. Вот все, что я могу выбрать. Я выбрал мягкий. И он такой более-менее нормальный. Он действительно резко чуть-чуть снижается. Но все равно ее тут очень много. Ну вот все настройки, которые есть. Настройки звука. Можете здесь побаловаться. Тоже включать объемный звук. Звук у проектора хороший. Обновление системы. Источник сигнала. Вы можете выбрать здесь HDMI. Android. Ну, что будет включаться, если вы будете использовать проектор, например, внутри приложения, то выбирайте Android. Если хотите внешний источник, что я конкретно рекомендую с этим проектором, например, то это выбираете HDMI. Почему я рекомендую этот проектор через HDMI? Да потому что здесь нет русской клавиатуры. Есть китайская, есть английская. В YouTube вы ничего на русском написать не можете. Голосом сказать тоже. У меня, по крайней мере, не получалось. Сразу для всех продавцов, которые продают эту модель, я блогер. Я тестирую. Я не собираюсь настраивать это все, хвалить. А потом мне придется еще и объяснять людям, как это все настроить, чтобы это все шикарно работало. Я получил аппарат, протестировал. И на этом мои обязанности заканчиваются. Как по мне, все эти проблемы мне не нужны. Я бы не покупал. Дальше у нас выключение проектора. Тут всякие разные есть. Через сколько появятся заставки. Заставки интересно, красивые. Но не 16 на 9, почему-то, а 4 на 3. То есть он их так режет. И система самого проектора. Можете посмотреть. Android 9, 2 гигабайта оперативной памяти. Но опять же, Linux на 1 гигабайте оперативной памяти работает лучше на проекторе DLD. И также на проекторе DLD только на Android с 1 гигабайтом оперативной памяти. Q20 тоже работает шустрее. Это вот та же система, как, наверное, и в Ambo Mozart, где вроде бы 2 гигабайта оперативной памяти, но работает все это странно из-за того, что вот как-то тут все это есть. И вот все приложения, которые у нас установлены, пользоваться можно. Мне плюс-минус нравится, но я бы эту картинку не купил. Поэтому сейчас продолжим конкретно уже с YouTube. Через камеру вам будет очень сложно понять, что происходит с картинкой, поэтому придется как бы мне верить на слово. Но я вижу все эти ореолы вокруг объектов, которые есть. Картинка, как по мне, я смотрел несколько фильмов, но плюс-минус меня устраивает. Глаза от нее не устают, по крайней мере. Она вроде кажется естественной, но какой-то странной. То есть вот я не вижу этой естественности. Но в целом, как бы, как по мне, вроде неплохо. Если мы говорим про само изображение, то неплохо. Но опять же, какую цену? 15 тысяч плюс-минус, ну, может быть, нормально. Не знаю, если для вас это нормально, то неплохо, как бы, но в целом я не знаю, что здесь говорить. Я вот реально нажимаю на три палочки, у меня вот появляется вот это. Как это настраивать, не знаю. Как бы попробовать настроить так, чтобы было лучше. И как бы интересней, не знаю. Но детализации нет. Вот здесь вот пережег. Хотелось бы это все убрать, эту насыщенность, чтобы видеть больше деталей в траве и во всем остальном, чтобы оттенков было больше. Но сделать мы это не можем, потому что нет настроек. Может быть, если была бы китайская версия, я бы смог что-то придумать и показать вам, как это бы выглядело лучше. Но в целом, вот реально не знаю, вот что это такое, как это оценивать. Могу включить звук для вас. Басистый, хороший звук. Мне нравится. Как бы я тут проблем никаких не вижу. Лучший это аппарат по картинке? Однозначно нет. Можно найти что-то интереснее за эти же деньги? Можно. Если хотите, конкретно Lenovo покупайте. Но я вот уже не знаю, что говорить. Я вроде бы все показал. Еще плюс к тому же, из-за того, что здесь стоит странная прошивка, я не могу, например, подключить телефон к проектору. То есть он не пускает, не дублирует картинку. Это тоже был как бы для меня минус. Черный у него неплохой, действительно. И вроде бы как бы он в деталях сильно не теряет. Непонятно, как бы, что вообще происходит. То есть я не могу нормально оценить это изображение, которое я вижу. И не знаю конкретно почему. Как по мне, это как-то немножко странно. Вот почему он завис? Почему он не хочет работать? И самое, что смешное, что он постоянно почему-то, скорее всего, вот тут еще форматы. Он конкретно, да, вот он в HDR переключил. Если я включаю VP9, то все начинает работать нормально. Вот, да, пошел. И он каждый раз почему-то включает тот формат. То есть я его смотрел в торрентах, поэтому как бы YouTube я не особо сильно тестировал. Я Bluetooth протестировал, посмотрел там паттерны, понял, что у него картинка перенасыщена, у нее есть пятно такое довольно неплохое. Как бы если, как я уже объяснял, по цветам. Но вот такая вот игрушка. Не знаю, что еще добавить. Как бы вам выбирать. Но однозначно я бы его не покупал. И я его не хейчу. Можете купить, с радостью покупайте. Это ваши деньги, ваша ошибка. Я вообще не против. Делать вы можете все, что хотите. Но как по мне, лучше взять консультацию, чтобы не ошибиться. Если не хотите брать консультацию, я тоже не против. Мне все равно, делайте выбор сами. Но те люди, которые берут, они довольны. И я рекомендую сайт DLD для покупки проектора. Так что, я думаю, что все, больше мне говорить нечего. Похож он на хороший проектор. Но не дотягивает со всеми этими минусами. Из-за того, что картинка слишком резкая. И четкости у него нет. Скорее всего, из-за того, что все-таки матрица маленькая. Всем пока. Приятного просмотра. Кино на большом экране.